Абдуллах докажи из Корана, что салат это молитва и только и все. Да, салат это молитва, салат это дуа, но салат это рука, это саджда и салат это процесс. Намаз это нету такой понятия словом намаз ни в Коране, ни в хадисе. Слово намаз это скорее всего иранское слово, которое неправильно говорит на салат, потому что русские это взяли из Ирана и русскоязычные люди тоже намаз говорит. На самом деле правильное слово салат. Это только встречается слово в турском языке, туристском языке, иранском языке. Например, арабы не знают, что слово намаз. Много люди, в Афганистане люди не знают намаз, кроме тех, которые знают фарси, например. Поэтому намаз это, что означает, нас это не касается. Оставим слово намаз, идем к слову салат. Салат это что? Это молитва. Нет, в салате и молитва тоже есть. Саджда руку и так далее тоже есть. Ты говоришь, что салат как делается? Это аль-а'рав, то есть это седьмая сура 55 аят. Удуу раббакум. Где здесь салат? Где здесь салат? Просто скажи, где здесь салат? С чего ты понял, что это аят про салат? Здесь говорит, удуу раббакум. Просите помощь у своего господа. Тадар руан. Умаляя. Скромностью. Уахофия и при себя. Не кричите. Поистине он не любит чрезмерствующихся. Те, которые уходят из рамки, как суфисты. Дуа просит, помоги и так далее. Или как они прыгают и как они делают. Это нельзя. Не надо кричать скромностью и при себе просить помощь у Аллаха. Здесь где про салат? Ты говоришь, помощь просит, а это и есть салат. Докажи, что салат это помощь просит. Да, в намазе, то есть в салате, которое слово, мы просим помощь. То есть когда мы салат читаем, мы говорим, тебе мы поклоняемся и тебе просим о помощи. То есть салат, в салате мы просим помощь. Поэтому салат это просит помощь. Салат это дуа. То есть в салате есть дуа и в салате есть просит помощь. Это правильно. Салат, один из переводов, это дуа тоже. Смотрите, есть понятие медицина. В медицине есть такой предмет анатомия. Да, анатомия это медицина. Но это не значит анатомия и медицина это одно и то же, потому что медицина понятия разностижимы. В медицине еще и физиология, еще и операции, еще и фармакология, где лекарства изучают и так далее. Это обширное слово. Человек просто будет глупым, если он говорит, что анатомия это и есть медицина и все. Точно так же будет человек, который говорит дуа, это есть салат. Неправильно. Это похоже на подобное человека, который говорит, что чай это сахар. Не обязательно чай это сахар. Сахар может быть в чай. Или скажет машина это тормоз. Тормоз есть в машине, тормоз это машина, да, это часть машины. Но неправильно же, когда говорят, поэтому дуа мы просим в салат. Теперь скажи из Корана, что салат это только дуа и не больше ничего. Да, это аят. Просите у своего господа помощь. При себя и умоляя при себя. Скромности при себя, да. Если ты во время салата или без салата дуа просишь у Аллаха, то да. В этом аяте, седьмая сур, аят номер 55, мы можем действовать и салат, и не салат. Но из этого аята или вообще из Корана ты докажи, что салат и дуа. То есть молитва просит помощь. И салат это одно и то же. Это первый тебе визов. И дальше слушай. В Коране, четвертый сур, аят номер 101, Аллах Аззава Джалла говорит, «Ва ида дорабтум фил арди, когда вы путешествуете по землю, фалайса алейкум джунахун нет греха на вас, а я кул суру мин ассалат, чтобы вы уменьшили из ассалат». То значит, салат это такой вещь, которая уменьшается. Что это значит? Как уменьшить салат? То есть раньше ты просил 10 минут, теперь 5 минут. Раньше ты просил помощь, 10 минут. Теперь просишь 5 минут. Докажи, что это так. Что значит «каср»? Чтобы вы поделили на 2, уменьшили из ассалата. Теперь дальше. Это 101. 102. «Ва ида кунта фи хим, ову Мухаммад». О, Мухаммад пророк, когда ты среди них, фааакамта ловому салат. Устаивай для них салат. Значит, салат это такая штука, где один человек будет перед имамом, остальные будут позади стоять. Это что за штука? Фалта кум, Коран говорит. Фалта кум таифатум мин хум. Пусть одна группа стоит, стоит, значит. Это салат, это такая штука, где люди стоят. Мака с тобой, с имамом. Валья худу аслихат ахум. И пусть берет свои оружие тоже. Фаэда саджаду, когда идет на саджаде, то значит. Салат это такая штука, где саджаде тоже. Место идет с имамом, место идет на саджаде. Саджаде это что? Когда человек голову положит на земле, это называется саджда. Все. Когда они саджду совершат. Фалья куму миу вараэкум. Пусть они идут назад. Вальта ати таифатун ухра. И пусть та группа, которая еще не делала ничего, пусть она придет. То есть таифа, ух, другая, лам юсаллу, которую они не читали. Фаль юсаллу маак. Пусть они с тобой дальше продолжат салат совершат. Значит, салат это такая вещь, которая свой процесс имеет. Теперь скажи. Четвертая сура открою и 101 и 102. Дай мне ответ. Что значит делить салат по полям? Что это за штука, которую делить можно? Что это за штука, которая имам стоит впереди и сзади них будет. Там человек стоит, достаточно дойдет. А потом свое оружие взяли. Когда война, то на войне как салат совершат, про эту речь идет. Что это за штука, которая с имамом стоит, а потом сзади идет, а другие присоединятся? Вот мне это объясни из Хорана. Если салат это только молитва, что это значит? Вот это ответ. И слушай дальше. Вопрос номер три. Сура Нур, аят номер 58. Аллах Аззава Джилла в Коране говорит, «Мин кабле салат иль фаджр», до утренней ассалат. Значит, салат это такая вещь, которая и в фаджре салат есть. В имбаре салат иль аиша, и после салат аль аиша. Значит, есть понятие салат иль фаджр, а есть понятие салат иль аиша. Что это за штуки? Объясни мне. Это третий. Аль-Бахра 238, Аллах Аззава Джилла говорит, «Хафиду аль ассалават, полно 100, сохраняйте свои ассалават, свои салаты. Ассалат иль уста и серединний салат». Что за серединний салат? Что это за штука серединная? Что за штука салат, в котором есть серединное туже? Мне объясни. Четвертая сура, это уже пятый вопрос. Четвертая сура, номер 103, Аллах Аззава Джилла говорит, «Инна салата канет аляль муаминин, поистину салат, предписан на верующих китаба Маукуута во время». Скажи мне, это времена какие? Из Кур'ана покажи мне, это какие времена? В Кур'ан нам говорит, что есть Маукуута, Маукуут это назначенное время переводится. Вот назначенное время это какие? Какие времена Аллах Аззава Джилла назначил для салат? Ты говоришь, что это уже шестой вопрос. Салат это показуха, то есть ты показываешь себя, а салат это не надо показывать себя. Это неправильно, потому что в Кур'ане Аллах Аззава Джилла говорит, что в то время лицемеры тоже показывали себя, значит салат это такая вещь, которую надо при людьми совершать. Но му'амин, который есть, он будет исправлять свои намерения, а му'амин, который есть, у него не получается исправлять свои намерения, он все равно показывать будет. Значит это касается с намерения. Четвертый сурат номер 142. Аллах Аззава Джилла говорит, «Инна лмунафиқына юхади'ун Аллаха, ва хуа хади'ухум». «Ва ида каму ила салат». Лицемерий, когда встает, встает на салат, «каму кусала», встает с лень. Лень проявляет, ленивый. То есть мунафиқ – это тот, кто совершает салат, но ленивый. «Юрауна ннаса» – они показывают себя перед людьми. Значит, да, во время пророка Мухаммада, салаллаху алейхи васалам, действует по Кур'ан, лицемери, когда встали на салат, вместе с му'аминунами, то они показуха делали, а му'аминун они ради Аллаха салат совершали. Ты говоришь, что вообще такой нет. Как это нет, если лицемерий так делали? Это штука, которую ты совершаешь перед людьми. Вопрос следующий. Аллах, аз-за-жалли, говорит, «О те, которые уверовали, «Изаккумтум ила салаты», когда встает для салат, «фахсилу вжуха куму айдюк илэн марафики». Мойте свои лица, свои руки, свои ноги и так далее, до конца суры алмайда, аят номер 6. Что за штука? Это если, это является дуа, если это является помощь просить у Аллаха. Например, я у Аллаха помощь прошу, у Аллаха, дай мне барака. Для этого не обязательно, чтобы я лицо помил, или руки помил, или что-то другое помил перед этим. В любое время можете дуа просить. Но что за салат? Когда ты салат совершаешь, то ты обязательно моешь свое лицо, моешь свои руки. А если ты джунаб, ты скажи мне, что такое джунаб. Полностью Кур'ан от А до Я. Полностью посмотри и скажи мне, что такое джунаб. Ну, в Кур'ане же слово есть, ин кунтум джунаб, а не славы джунаб. Меня из Кур'ана покажи, что за джунаб. Ну, что за слово, которое джунаб? Дай ответ из Кур'ана. Ты ни словар не открывай, в словаре, в котором написано, что такое джунаб, они взяли это из хадисов. То есть то, что они взяли из хадисов, ты этот словар принимаешь, а сам оригинальный хадис не признаешь. Ты меня иди спроси у любого человека, который отказывается от хадисов. Скажи в Кур'ане слово есть, ин кунтум джунубани, если вы джунуби, объясни мне из Курана, что такое джунуб. Без хадиса меня объясни, значит, ты Куран не понимаешь без хадис. То есть, когда вы джунуби, то полностью моетесь, искупаетесь. Что за штука, которой надо искупаться? Например, человек просит дуау Аллаха, помощь у Аллаха, ему не надо искупаться, если он джунуб. Все. Что за штука? Это следующий вопрос. Также в Куране сураль Майдат номер 58 Аллах Аззава Джалла говорит Когда этих лицемеров услышает зов к салат, они издеваются во лаиба и играются. То есть, когда, значит, Куран говорит, что во время пророка был такой процесс, что люди взывали к салат, объявляли, кричали значит был зов, идите к салат. То есть, в хадисе это из хайя аляссала. Вот это из хадиса. Куран говорит Когда вы кричите им идите на салат. Лицемерия начинает издеваться над этим. Теперь скажи, что за штука салат, для которой впереди его взват надо и какой-то там надейтумиласалат. Что это значит в этом аяте Альмайда 58? Мне объясни это слово ассалат штука, которая есть такая штука, что перед этим надо кричать. Ваидан адейтумиласалат. Кричите к салату. То есть, ты просто объявляешь, кричишь. Люди, идем к салату. Что за штука? Мне объясни Куран 58. Теперь смотри дальше. Куран. Сур Аль-Хадзят. Аллах Аззава Аджелла говорит Если бы люди не воевали между собой для порядка или убрать фасады, зульмы, фитны. Дальше говорит Ла-Хадзимат, разрушились бы Савами'у 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 Это место, где поклоняются христиане. Ва-Би'у Это место, где их монахи, они живут. Религиозные люди там живут. И поклоняются. Ва-Салаватун Салават это множество людей, сначе салат. И разрушились бы Салават. Салат это не арабское слово, а это Аль-Ибрия. Потому что салат это не арабское слово. Аль-Ибриюн То есть те, которые Аль-Ибри люди, евреи, которые на евреи разговаривают. Идите, идите, спросите, что означает ваш салат. Они вам покажут такой же салат, как стоит, потом насаждет, потом рука, рука чуть-чуть символически. И руки не вставляют, иногда вставляют тоже. Идите, спросите. Тех людей, которые салат совершали до рождения Мухаммада, салавасалам, где-то 2000 лет. Спросите, кто вас научил этот салат. А салат же это еврейское слово. Значит, у них надо спросить, какую штуку вы называете асалат. Теперь они показали вот эту штуку. Теперь нам пришел пророк и там исправил моменты. Как нам делать теперь? Так совершать, как евреи? Или так, как Мухаммад показал, салаллаху алейхи вассалам? Так же, как Мухаммад показал, салаллаху алейхи вассалам? Но из этого мы поняли, что салат это такое поклонение, это такая штука, которая саждаясь, рукой есть, там зовет специально. Они уже тысячи лет зовет для салат. И специально место есть, это место называется салат. В Куране это слово. И место, это место, где поклоняются, салат совершают мусульмане. Ты мне объясни это, что за слово массажит, что за слово салават. Я уже объяснил, ты мне докажешь из Курана, что вот салат это означает только молитва или что-то другое. Это же слово. В Куране Аллах Аззава Джалли говорит, аль-жумаат номер 9, когда кричит для салата и для салат, значит салат это вещь, для которой, штука, для которой должен кричать. В Куране разовьет на салат в пятницу. Дальше говорит, это аят номер 9, аят номер 10, говорит, когда закончится салат. Что за штука? Шричали люди, приходите на салат, заканчивается салат, идите, распространяйтесь, что за штука? Последний вопрос тебе на подарки, эту тему мы можем продолжать. Последний вопрос такой, Аллах Аззава Джалли в Куране говорит, Сура Аль-Аляк. Аллах Аззава Джалли говорит, аят номер 9, 10. Ара Айтал-Ладзи о Мухаммад, разве ты не посмотрел на человека, который запрещает абдан человека из-за салла, когда он совершал салат? Это же Куран, это же не какие-то там, теперь вопрос. Что за человек, который запретил другого человека совершать салат? Вот это аят, скажи мне, что такое салат, и еще это аят, кто это был, который запрещал другого? Вот это мне, скажи, пожалуйста. Это же книга Аллаха, его надо знать, что за смысл. О ком здесь речь идет? Что за дела здесь? Что объясняется? Из Курана меня объясни. Ты не можешь объяснить из Курана. Саиху-Л-Бухари, если ты откроешь, то там написано. Ибн Аббас, ради Аллаху Анухума, говорит, что это Абу-Джахал был. Сказал, что если Мухаммад придет и здесь, возле Кааба, будет салат совершать, то я его запрещу. Про это Аллах, Аз.А. Аз.А. говорит, Ара Айтал-Ладзи Янха, разве ты не посмотрел на Абу-Джахала, который запрещает Абду-Мухаммад из-за Салла, когда он совершает салат в Байт-Узле, в Байт-Узле Каабе. Как мы эти аяты будем понимать без хадиса? Скажи мне. Я просто сюда зашел, думал, здесь истина. Оказывается, истина сегодня, по-моему, нигде даже нет. Человек, который так разговаривает, как будто он понял сто процентов, что такое истина. А вот это истина и теперь ищет. То есть истина это то, что он считает, что это истина. Правильно то, что истина пришла от Аллаха. Аллах Аззава Джалла определение дает в Куране. Аллаху Акбар. Братья, обратите внимание. В Куране Аллах Аззава Джалла говорит. Истина от твоего Господа. Все. Это определение истины. Истина это то, что пришло от твоего Господа. Не сомневаешься в этом, что истина только вот это и все. Теперь, что от моего Господа пришло? Аллах Аззава Джалла говорит. То, что наспособлено тебе у Мухаммада и то, что наспособлено тебе. Это джахили говорят, что истина это только Коран. Пришел только Коран. Вот, вот это проблема. Хотя Коран или Таурат, или Инджиль, или Забур, или какая-то другая сахифа. Это не главное. Это отдельный довод. И не всегда это бывало. Видите, вы просто обратите внимание, Таурат это для кого? Не для мира. Это для Бану Исраил. Который не составляет из этой. Представляете, они меньше, чем 0-0-1% в этом мире. Остальным что? Для каждого народа есть свой путоводитель, свой руководитель. Они Таурат каждым народом не отправляли. Посланники приходили, их слово это главное. Если ты откажешься от слов посланника, то будешь так, как народ лут отказался от лута. Народ Аад, Самуд, Нух. Это все было накажено не потому, что они от Кур'ана отказались, от посланника. Основной это посланник пришел и сказал, скажите, ла-илаха илля Аллах. Скажите, ла-илаха илля Аллах. Абу Талиб был кафир. Он вообще не сомневался в том, что Кур'ан это истинная книга. Мухаммад жилу Абу Талиба. Он убежден был, что Кур'ан истинная книга. А почему Абу Талиб тогда кафир? Потому что он отказался от слова Мухаммада, когда он сказал, скажи, ла-илаха илля Аллах. Судни я буду хадатайствовать. Он сказал, нет. Кафир. Абу Джахал ночью идет и слушает Кур'ан. Ни капли не сомневался в том, что Кур'ан это истина. Но сказал, почему именно в Абу Талиб, почему у них пришел посланник, а у нас нет. Отказался от Мухаммада, салаллаху алейхи вассалам. Не то, что он истинно отказался от того, чтобы подчиняться ему Мухаммаду. Кафир. Абу Лахаб кафир. Кафир это тот, кто отказывается от Мухаммада, от подчинения Мухаммада. А Мухаммад, когда умер после него, от слова Мухаммада. Аллах Аззава Джалла говорит, я нас послал тебе Кур'ан. Я нас послал тебе Хикма. Я нас послал тебе руководство. Я тебе сделал пример для людей. Я тебе сделал Расул для людей. У людей послушайте Мухаммада. Подчинитесь Мухаммаду. Последуйте Мухаммаду. Кто подчинился Мухаммаду, поистину подчинился Аллаху. Здесь Аллах не сказал, что кто подчинился Аллаху, по истинам подчинился Мухаммаду. Потому что подчинение Аллаху невозможно без подчинения Мухаммада. Вот это проблема. Этот народ, Кураниты, они сомневаются в той истине, которую Аллах, аз-за-жалли, нас послал. Допустим, не был бы Куран, не был бы Куран, тогда что? У народа же не был Куран. Не был бы народа Куран. Много пророки без Курана приходили, без Таврата. Таврат только Бану Исраил, Инджиль Бану Исраил. Куран говорит, что для каждого народа есть от Аллаха руководство. Скажите мне, в Индии какие руководства были? Куран был в Индии? Нет. Таврат был в Индии? Нет. Какая-то другая книга была в Индии? Нет. Там есть книга, называется Уэд, которую писали люди. И известно, где писали, как писали и так далее. Да, там в Уэде есть что-то от слов посланника, который указывает на то, что да, были наспосленные пророки даже в Центральной Азии и в Индии. Да. Потому что у Вэды написано, у Вэды, это индусская книга, там написано, придет человек в одном из центральных городов. Его зовут будет прославлен, прославлен Переса Мухаммад. А его мама будет Амина. А индусы же сами не смогли угадать это. Значит, какие-то пророки были, которые что-то говорили. Но там еще они добавили. Также индоизм тоже. Небесная книга – это важная вещь. Это уважаемая вещь. Это слово Аллаха. Но это не все. Все это хадисы. Допустим, в Куране нет. В Куране не должен быть в Куране какое-то доказательство для того, чтобы хадисы слушались. Нет, не должно быть. Человек говорит, мне докажи из Курана. Почему? Почему? Почему я должен тебе доказать из Курана? Потому что только Куран от Аллаха. Ты заплудший. Ты неправильно говоришь. Ты мне докажешь, что только Куран от Аллаха. Почему я должен от Курана доказывать, если много посланников приходили, пророки приходили. Ибраим, салаллаху алейхи вассалям, он не был в Куран в его время. Не был. Мусс и Харун пришли к Ферауну ни с Кураном, ни с Тавратом, ни с чем-то другим. И что тогда? Фераун почему? Сегодня, который отказался от слова Мухаммада, поистину он такой же куфр совершил, как Фераун. Хадис, если мы открываем, и там хадис. Допустим, Бухари ложь сочинили. А это почему 99% это же Бухари у муслим и ту же есть? Бухари и муслим договорились, что так будем писать? Нет. Значит, претензии к Бухари. Это глупость, когда человек говорит, Бухари сочинили. Бухарская секта. А что муслим? 99% Бухари и муслим это одно и то же. Тогда вообще нет вопроса к Бухари. Все. Умный человек сразу понял, что нету. Клянусь Аллахом. Это все ясно для любого человека, который хоть даже чуть-чуть разум работает. Если Бухари и муслим это одно и то же, значит нет вопроса к Бухари или муслиму. Все. Это не Бухари не сочинили, и муслим не сочинили. Тем более, что все хадисы, которые в Бухари и муслим есть, это было в имаме Ахмаде. Есть. Каждый почти хадис. Значит вопрос не к Бухари и муслиму вообще. А то, что в имаме Ахмаде достоверное, это есть у Абу-Дауда и у других. Ибн Убарак писал книгу во время сподвижников. Ибн Сирин писал это во время сподвижников. Хорошо. Малик писал до Ахмада. До Ахмада Малик писал. Теперь что? Это сочинили Бухари или муслим, или Ахмад, или Малик, или Суфьян, или Али. У Али была книга, разъя Аллаху, но некоторые других сподвижников. Ибн Умар, разъя Аллаху, говорит, что никто больше меня хадисы не знает, кроме такого-то. Потому что он писал. Смотрите. Значит, сподвижники писали. Жаловались пророку у посланника Аллах. Ты говоришь, и он пишет все. Подряд. Посланник Аллах говорит, пусть пишет. Посланник Аллах сказал, что я пришел с Кураном и такой же. Завтра, чтобы человек не был на диване, лежал, и говорит, что только Куран и все. Допустим, нет этого хадис. Посланник Аллах сказал, это мое сунна. Посланник Аллах говорит, каждый человек заедет в рай. Иль-ля мун-аба. Кроме тех, кто отказался. А кто отказался у посланника Аллаха? Посланник Аллаха сказал Кто мне подчинился, он зашел в рая А кто отказался от моей подчинения? Ослушался меня, он попал в ад Это все доводы и доказательства Хадисы Хадис сам не претензия к автору Хорошо, между автором и между подвижников С подвижниками мы знаем, что идеальные люди Коран говорит, что Значит между сподвижником и автором Это не один человек же Это же не только Суфьян И не только Аз-Зухри И не только Хасан-Аль-Басри И не только Нафи' Это же не только они Кто сочинил, ладно Хадис передает Нафи' от Ибн Умара Что пророк так сказал Нафи' виноват Малик говорит, что Нафи' так сказал Что Ибн Умар сказал, что посланник Аллах сказал Кто из них виноват Я насчет Малика сказал, что Малик не сочинял То, что у Малика написано, везде написано Малик передает от Нафи' от Ибн Умара от Расулу Аллаху, это же передает другое, от Аз-Зухри или от другого от Расулу Аллаху сподвижник, другой сподвижник, один таби'и другой таби'и, какой таби'и из них виноват из сочинения хадисы пришла до нас истина, истина пришла если ты специально глупость проявляешь и говоришь, нет, я не признаю то Аллах Аз-Зау-Джелла говорит а кто отказывается, а кто отворачивается от религии Ибрахима алейхиссалам кроме того, кто сделал свой нафс, а он себя глупил, то есть сделал себя глупым проявил свою глупость, то есть кроме глупцов, кто может отказаться от религии Ибрахима, просто человек глупость проявляет, говорит, нет, нет если ты отказался от хадиса, тогда из ислама что осталось? Ничего не осталось Валлахи, уважаемые братья и сестры от хадиса, если ты отказался все, от ислама ничего здесь салат нету, ну нет салат нет сон, рамадан это оказывается у них в сентябре, хаджин нету джихад не нужен, джихад это когда ты соберешь и там что-то прочитаешь или деньги раздавать, если у них только, осталось только раздавать деньги, помянуть Аллаха, вся религия у них какая, пришли, послушали аяты и деньги раздали, потому что помощь основной оказывает кафиры, потому что из из ислама если убрать хадис, тогда ничего не остается Куран не понятно без хадиса я вам недавно пример, я вам сотни пример привожу невозможно понять Куран без хадиса если возможно, пусть это, я выбросаю Абдуллах пусть мне скажут, как это аяты понимают без хадиса Когда вы джунубит, обмойтись, что значит джунабит? Что значит молитись, как моется? фатахару, что значит? Что значит джунабь, невозможно Невозможно это понять Что значит суратуля, суратуля и а gebracht made и суратуля. В Коране есть сурату и actually Скажи, чем отличаются сурату и суратуля, как отличаются? Нету Корана Невозможно действовать по Корану без хадиса Это план шайтана, когда памятна хадис Вот поэтому везде есть, которые чрезмерствуют, то есть есть такие люди, которые сочинили тысячу хадисов и считают это достоверно, это уже Афрат. А этот, когда вообще отказывается от хадиса, это Тафрит. Это Тафрит. А Сират Мустаким между ними. Поэтому, Барак Аллаху Фиккум, определенно Сират Мустаким, это когда между Афрат и Тафрит. Те, которые недостоверные хадисы признают, а те, которые вообще хадисы не признают, мы между ними. Достоверные хадисы признаем и считаем его религией, и это и Сират Мустаким. Сират Мустаким про мой путь. когда нет клонов вправо-лево, прямой, и где нас в Саратул Мастаким, веди нас прямым путем. Прямой. То есть те, которые в клон делают к тому, чтобы недостоверные хадисы тоже считать и действовать, и те, которые делают к тому, что вообще хадисы не, вы знаете, это обе заблудшие. А прямой путь между ними. Всегда прямой путь, это между двумя путами. Нет ни в каком аяте, ни в каком хадисе укоротить намаз. Салат укоротить нету, потому что Коран это не полная религия. Коран это полный Коран. Как сократить салат, сколько ракатов надо читать, в каждом ракате одна рука и две садждик, что надо, Аль-Фатиха надо читать и так далее. Это только в хадисе сказано. Это только в хадисе. Например, я тебе еще раз вопрос. Каждый раз, когда мы с тобой будем разговаривать, вопрос. В Коране Аллах Аззава Джалли говорит, я отправлю вам сабу-ль-ума-тани, сэм-побторяющий. Что значит побторяющий? В Коране сэм-побторяющий это что? Хадис объясняет, что сэм-побторяющий это ссур Аль-Фатиха. Его ты в салат повторяешь, поэтому его назвали повторяющий. Коран его назвал. Как ты понимаешь это из Корана? Невозможно понять? Кроме как, если искажат Коран. Сэм-побторяющий, значит ссур Аль-Фатиха надо повторять в салат. Все ясно из Корана. Но это нужно, это нуждается в объяснении. Вы на мой вопрос не ответили. Кто устанавливает или установил, что это хадис достоверный? Свидетельство. Это не такое, что вот такой-то ученый сказал достоверно, значит ссур. Свидетельство, когда тебе сказали, например, Коран. Коран мы почему признаем как Коран? Потому что свидетельство есть. В этой уме люди говорят, что это Коран. Все больше нет. Мы же не увидели Джибриля, мы не увидели Мухаммаду. Мы не видели. Но нам сказали, мы приняли. Потому что свидетельство много. Точно так же, когда насчет хадисов свидетельство есть мы принимаем. Точно как с Кораном делаем, точно так же с хадисами. Одной и той же, разницы нет. Мы Коран признаем и за счет свидетельств. Точно так же хадисы. Если, например, в Фалестине, например, писали Коран, где от себя сочиняли, например, это, конечно, они делали где-то в Америке, но арабы были, фалестинцы. Они ложь добавили в Коране. Мы этот Коран не признаем, где ложь. свидетельство. Когда насчет какого-то хадиса есть свидетельство, вот это так. А что такое свидетельство, это несложно. А знать, что такое свидетельство, для этого надо знать Коран. Человек никогда не поймет хадисы, пока он не понял Коран, и никогда не поймет Коран, пока он не понял хадис. Поэтому Коран и хадис на этом месте изучают. И вы, уважаемые, не поменяйте темы. Дайте мне ответ на моих вопросов. Что значит джунуб в Коране? Что значит и так далее? Это все вопросы, которые я дал на это ответ. Тема не меняет. Устанавливать, не устанавливать, это другая тема. На этой теме мы спокойнее можем разговаривать. Для нас это не страшно ничего вообще. Что касается ислама, у нас не затрудняет. Если еще несколько атаки на них сделают, я стопроцентно уверен, они откажутся от этих хадисов.